Ну вот, пятачком чую, что сейчас у меня будет серп. Всё, пятак горит, пошли сдавать и покупать серпак. Бэкст, 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 он там! Быстрее туда! Приветищи! Сегодня мы оказались, знаешь где? Меня, короче, каким-то чудом занесло на ферму. Не знаю, видимо, нужно было к бабушке и дедушке заехать и помочь им здесь с уборкой стены. Смотри, сколько здесь сен не покошен. Нужно это всё будет покосить, всё это отнести потом на продажу, а может быть покормить коров. Я не знаю, здесь есть коровы или нет. Я не вижу здесь ни куриц, ни свинюх, ни коров. Ну ладненько чё, будем осваивать фермерское дело. Я, конечно, в этом вообще бум-бум, бум-бум-бум. О, смотри-ка свинья, наконец-то я нашёл свиню. Вот этот Генри. Почему везде только Генри и Боба одни? Смотри, там какая коса светящаяся, крутая, золотая. Это, наверное, за фермерские заслуги, может мне такую тоже дадут потом. Так, тут написано квест наверху, пойдём-ка поднимемся. О, Боб! Я же говорил, в Роблоксе только одни Генри и Боба существуют. Ладно, Боб, давай с тобой поговорим, что ты нам скажешь. Привет, ещё фермер. Нифига себе, он меня уже фермером не называет. Мне нужно ещё больше пшениц, чтобы выйти на рынок. А я тебе чем могу помочь? Я буду давать тебе по 5 долларов за каждые 10 пшениц. О, вот это уже другой разговор, вот это бизнес, Боб. Ладно, я пойду соберу для тебя десяток пшена. Так, посмотрим, кейст у меня взялся, квест взялся, значит, всё, берём в свою культяпку. Вот она моя культяпка, она не светящаяся. Знаешь, на самом деле, я думаю, что это культяпка для окучивания картошки, но никак не для сбора сена. Хотя бы вилл какие-нибудь дали бы, а? Ну что ж, давай попробуем. Так, копай. Собирай, копай, собирай пшено, доставай. Вот так вот, пятёрочку уже собрали пшено. Нужно это всё делать, теперь отдать вот сюда. Мне должны дать, наверное, 2,5 доллара. Тик. Нет, смотри, к пятюню кэша дали. Пойдём ещё соберём. Тик. Может быть, из меня нуб-то выйдет, и буду профи-фермером. Смотри, какой скоростной фермер, у него там канистры на спине. Это что, джетпак у тебя, что ли? 10 кэша, между прочим, у меня уже. Что у меня там по квесту? Всё, я выполнил квест. Я 10 пшена набрал. Пойду-ка отдам теперь это всё Бобу. Бобище, привет. Фан-кью. Вот твои деньги. Спасибо, чувак. У тебя же по-любому есть ещё квесты. Привет, фермер. Блин, да у тебя есть какие-нибудь другие приветствия. В этот раз я заплачу тебе 10 баксов, если ты мне принесёшь 20 пшена. Да не вопрос. У меня здесь, по-моему, всё, что остаётся делать, это собирать пшено. Пшеничный маньяк. И выпишал на охоту. Сейчас я наберу этого пшена. Срублю и положу его себе в контейнер. Точнее, в рюкзак. Знаешь, здесь есть ещё кое-какие зоны. Смотри, их там несколько штук. Здесь вот зона после того, как я наберу 10 тысяч пшена. Вот здесь вот зона, когда я наберу тысячу пшена. Вон там вот 5 тысяч, там вообще 25. Ого, как это далеко. Интересно, и чем же это всё отличается? Дороговизной пшена? Да, хотел бы я попробовать пшено вон там, где 25 тысяч пшена надо. Наверное, там даже людям будет вкусно. Копай, собирай деньги, за всё получать. Итак, нам остался последний заход. Смотри, мы 15 уже отдали. Осталось ещё пятюничка. Пятюничку сейчас мы быстренько хоп, хоп. Вот так вот охопочкой. Охапочкой, охопочкой. Кому как угодно. Берём подмышечку. И тащим это всё на продажу. Продаём здесь. Теперь отправляемся к Бобу. Бобище, приветище. Так. Спасибо, держи свои деньги. Благодарю. А теперь давай попробуем предугадать, какой следующий квест он даст. Он нам скажет собрать 50 пшена. По-любому. Так. Привет, фермер. Такое ощущение, что у него просто память отшибает. Он только одно слово знает. Привет, фермер. О, он мне сказал про апгрейд. Круто. Купи себе серп, собери 10 пшена. Я тебе дам 25 долларов. Нифига себе, я не предугадал. Я не заванговал его. Божечки, божечки. Он сказал 25 пшена. И плюс нужно купить ещё серп. Серп. Секиру, серп. О, секиру. Это уже из другой игры. Так, что у нас здесь есть? Тут у нас, значит, сумочки. Сумочки для школьников. А мне нужна вот эта вот штука. Серп, серповский. Сколько он стоит? О, боже мой. Он стоит 100 пшена. Точнее, 100 кэша. А может я его стащить могу? Нет, не могу. Не могу, блин. Надо будет ночью сюда прийти. Ээээ. Меня выпнули просто из магазина. То, что у меня недостаточно денег. Вот это беспредел. Ладно, чё. Сейчас накопим деньжат. Ну вот. Пятачком чую, что сейчас у меня будет серп. Всё, пятак горит. Пошлись, давайте покупать серпак. Звучит как черпах. Наконец-то у меня столько же. Пошли-ка в магазик. Только пускай они сейчас меня попробуют оттуда выпнуть. Я сейчас у них серп куплю и там всех засерплю. Так, где мой серп? Вот он. Берём его. Отлично. А теперь у нас... Да чтоб вас нафиг. Вы какого такого права-то имеете? Я тебя сейчас засерплю. Да и туда не пройти. Ладно, всё. У меня много дел. Я пошёл. Первое задание по квесту я выполнил. Комплит. Значит, теперь мне нужно этим серпом набрать 10 пшена. Ну что ж, попробуем, как это орудие собирает пшено. Опа. О, да, ну по два сразу же забирает. Блин, мне такими темпами нужно расширять свой рюкзак. Серпом намного круче собирать пшено. Ты только глянь, как оно быстренько срезается, так и сразу кладётся-то. Ну всё, я теперь не просто нуба-фермер, я теперь крутой фермер. Всё, мы пшено всё собрали, пойдём-ка к Бобу. Боб, привет. Отдавай бабочки. 25, конечно, получили, отличненько. Что за следующее задание у нас будет? Чё-то маленькая птичка сказала мне, что в красном доме есть отличное пшено. Если ты мне принесёшь 50 этого пшена, я заплачу тебе 25 баксов. Блин, ну пошли посмотрим, что там возле красного здания за пшено. Наверное, вот про это здание ему на пеликола птичка. Я не знаю, что он там употребляет, что он там с птицами разговаривает. Ну давай попробуем здесь собрать пшено. Может здесь оно действительно нормально. Сейчас я его на зубок попробую, зажую. Фу, блин, пшено и пшено. Что там, что здесь? Разницы нету. О, дали бейджик. Ну всё, я теперь ветеран. О, смотри, действительно, новайс. Типа новичок-фермер. Теперь я не просто нуб, я новичок. Новичок, чок-чок. Чоколадный новичок, чок-чок. Блин, я только с десяток пшена притащил. Мне ещё надо сорокет. О, как это долго муторно. Руби, руби пшено. Ну дати на. Слушай, меня это уже напрягает, что я максимум 5 единиц пшена могу таскать. Пошли-ка посмотрим на сумочки. Чё у нас там следующая сумочка? Сатеночку. Предоставь нам сатеночку, чтобы получить беспонтовую сумочку на 10 единиц. А яблочко можно куснуть? Нет, яблочко нельзя. Потому что это пластиковое яблочко. Бутафория. На этой ферме, кроме пшена, ничего больше нету. И, наверное, даже продавец бутафорский. И Боб тоже бутафорский. Вон, они, посмотри, они постоянно махают. Такое ощущение, что это аниматроники. Буу. Ладно, всё, проехали. Слушай, ну-ка давай посмотрим. Вот, у меня сейчас 25 пшена сдано. Я собираю вот здесь вот пшено. И пойду-ка его сейчас сдавать. Посмотрим теперь, различают ли они сами это пшено. Вон у того здания и у этого. Отдаём. Ты посмотри-ка, различают. Не так-то всё просто. Топанные фермеры. Не обманешь. Ну, конечно, лет через 10 фермерского дела, когда я здесь уже обрасту седой бородой. Наверное, я буду на вкус тоже определять, что за пшено я принёс. С какой-то мусорки, либо пожёванную коровой, или общиканную птицами. Бу, что-то я уже не в ту степь полез. Нет у меня кода, отстаньте от меня. Всё. Так. Кот инвалид. Сам ты инвалид. Полезли к Бобу. Боб-бобецкий, дай нам 25 паксиков. Спасибо, Боб. А следующий квест. Привет, фермер. Да господи. Это сейчас был звук фейспалма. Это руколицё просто. Вот. Я дам тебе 50 баксов, если ты принесёшь мне 25. А, подожди. Если я апгрейджу свой рюкзачок и принесю ему 25 пшена. Окай. Я как раз собирался идти рюкзак обновлять. Кстати, ты не замечал, что здесь везде сидят маленькие люди? И они наблюдают за нами. Словно Литл Бразер. Может быть, это какой-то телепроект? Ферма. Собери своё пшено. Чё-то я уже, походу, это переиграл фермера. Так, где мой рюкзачок? Вот. За соточку покупаем. Ого. Ну-ка. Да, блин, опять выпнули меня. Ну, ничего, ничего. Я вам тут, когда магазин закроется, кучу наложу. Здрасте, мордасть. Всё, я выполнил твоё задание. Давай-ка мне 50 кэша. Юху. Слушай, ты посмотри, какой у меня опасный серп. А ну, гони мне ещё соточку кэша. Да, да ему, по-моему, вообще пофиг. У него как была улыбка. Тупица. И так она и осталась. Ладно, давай возьмём у него тогда хотя бы другой квест. Привет, фермер. Здорово. Я скоро уже сам буду каждому встречному говорить. Привет, фермер. Мне нужна булка. Не, ну, конечно, здесь не булка написано. Просто по-английски, если прочитать по-русски. Ну, ты понял, трансли там булк. Булк. Так. Ему нужно, короче, сопли. Вот там написано сопла и сопли. И тогда он даст мне 50 баксов. Вот. Ладно, пойдём искать булки и сопли. Опа, подожди. Ты можешь принести мне 50 пшенок, которые за красным домом. И 50 пшенок, которые здесь рядом. Ага, я понял. Понял, понял. Сейчас принесём, принесём. Шестой квест. Боба я выполнил. Сейчас осталось ему только сдаться. Боб, приветище. А, сейчас, подожди. Привет, фермер. Да. А, нет. Он сказал мне спасибо. Хе, немножечко перепутал. 50, конечно, я получил. Сейчас, подожди. Привет, фермер. Привет. Хе-хе-хе. Я не могу просто этого. Покажи мне фермер. Что такое бизнес? Я заплачу тебе 100 долларов за 250 пшена. Нифига себе. Так, вначале нужно забежать в магазинчик. И посмотреть, сколько стоит следующий инструмент. Мне, пожалуйста, что-нибудь помаднее. Во, лопата. За 250 можно купить. Огонь. У меня сейчас 200 есть. Осталось ещё набрать 51. 51 очко, хотел сказать. 51 бакс. И тогда я смогу купить лопату. Ну вот, мы и выполнили квест на 250 пшена. Быстренько, очень быстренько. Бэджик дождали. Боб, я бегу к тебе. Спасибо за всё. Давай мне сотку баксов. Да, круто. Так, что за следующее задание ты мне дашь? Эм, достигни нового ранга, и я дам тебе 100 баксов. Что это вообще за такой бумпинг-ранг? Я даже не знаю, как это перевести. Как переводится бумпинг? Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Только, пожалуйста, не через гугл-транслиты, вообще не через переводчики переводить, потому что это будет полный атас. О, кстати, а у меня 315 кэша. Пойду куплю себе рюкзачок. Здрасти. Рюкзачок следующий за 250. Я его покупаю. 25 единиц пшена в него вмещается. Это ж просто... Эй-яй-яй. Где мой рюкзак? Вот он появился. Я уже начал паниковать. Огонь. Э-э-э-э. Я как бы достиг 500. Да, смотри, бэджик получил. 500-ку набрал. Пшена отнёс, её продал, и мне дали бумпинг. Так, всё, пойдём к Бобу, скажем, что мы нового ранга, что мы крутые. Мы достигли этого бумпинка. Господи, ну что за название ранга? Так, спасибо тебе. Спасибо, что ты достиг нового ранга. Благодарю тебя, дружище. Соточку мне дал. Следующее задание у нас это... Собрать 500 пшена, и он тогда нам даст 250 долларов. Божечки. Но это будет долго. Мне придётся купить лопату. Пойдём купим лопату. Лопатищи. Время настало. А что у нас следующее? 500? Хм, может быть, виллы купить? Не, виллы слишком дороги. Они стоят 500. Я лучше накоплю 500 и куплю себе рюкзак. А пока я куплю себе лопату. Вот это я понимаю, лопатищи. Лопаточка моя, доставайся. О, да. Такое ощущение, что я снова попал в симулятор снегоуборщика. Ну-ка, на таком расстоянии я смогу копать? Копай. Да, коп... А, нет, не копается. Это тот чувак копает. Ладно, давай, загребай. Закидывай себе в рюкзачок. Просто лопатой пшено собирать. Где это вообще видно было? Только если пшено покошено. Но оно-то тут не покошено. И то всё равно покошено пшено. Лопаты вообще не удобняк. Собирать только вилами. Это я тебе уже как помпинг ранговый фермер говорю. Ну что ж, дружище. Я думаю, что на сегодня нам хватит. Нужно пойти попить молочка. И закусить булочкой. Фермерской булочкой. Ну а с тебя, если тебе понравился этот режим, лайкосик под видосик. А также не забудь комментосик. И подпишись на канал, если ты ещё не подписан. Чтоб не пропустить следующего крутого видосика. Ну всё. Я на этом с тобой прощаюсь. Пока. Удачки. И увидимся в новом видосике. Копай. Беги и копай. Копай землю. Копай общину. Копай. Копай.